Добрый вечер, Гомель. Меня зовут Наталья Волынец. Сегодня у нас пятница с психологом. У нас в гостях руководитель и создатель благотворительного проекта «Психологическая школа Пилигрим» Людмила Тутынина. Люда, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что ты пришла к нам сегодня в студию, что нашла время для наших зрителей. Ты знаешь, все на самом деле в жизни не случайно, согласись. Я вот давно хотела с тобой поговорить. У меня такая проблема. В последнее время ничего не успеваю. И вот какие бы списки я себе не составляла, все как карточный домик обязательно рушится, когда раздается какой-то там незапланированный звонок, незапланированная встреча. Тебе вот знакомо что-то подобное? Наташа, ну что я хочу сказать. Это не только мне знакомо, но, наверное, большей части человечества. То есть все нормально со мной, да? Все нормально с тобой. Но прежде чем мы будем говорить о таком явлении, как планирование, успеваем мы, не успеваем, я хочу сказать, что вообще вся планета Земля живет в системе планового хозяйства. По плану утки прилетает, по плану утки улетает, по плану зерно прорастает, по плану урожай. То есть птицы, насекомые, зверюшки, луна, земля, все живут определенными циклами. И только человек, человек, да, почему тот решил, что он вне этих правил, вне этих законов. Мы даже растения сажаем по лунному циклу, да, когда нужно. Ну, а человек решил, что вечером ложиться спать не нужно. Я буду всю ночь веселиться, гулять, да, утром на работу, а потом опять я буду чем-то заниматься. И какой результат вот этого, скажем так, невключенности, да, вот эту плановость, да? Какая-то усталость, какое-то неудовлетворение постоянное. Вот, вот, вот. Какое-то выгорание, я бы даже сказала, такое вот, знаешь, эмоциональное. Конечно, а тут это депрессия недалеко. Наташа, но я в своей жизни не встречала ни одной депрессивной утки, я тебе хочу сказать. Все они прилетают и знают, чем им заниматься, и все это по срокам, и все это вовремя. А мы люди, мы где-то хулигане, и поэтому происходит вот это состояние психологическое выгорание, да? А вот что делать? Как, в принципе, можно как-то с этим справиться? Вот такой простой какой-нибудь совет, который подойдет каждому. Ну так же, ну что такое выгорание, да? Это значит, в светильничке нет масла, да, нет масла, нет ресурса, нет огня, значит, его нужно пополнять. Почему мы уставшие? У нас нету сил, нету, просто нету сил. Значит, нужно пополнять это каким образом? Хорошим питанием, да, зарядка, вовремя ложиться спать, избавиться от всего того, что приносит стресс, от всего токсичного, от друзей токсичных. Ну, друзей в кавычках. В общем, ты очень много уже всего наговорила, я думаю, что сегодня будет очень здорово, если мы остановимся на этой теме в течение ближайшего часа и поговорим об этом подробнее. Как же научиться планировать свое время? Согласись, очень хорошая тема для разговора в пятницу, когда у нас впереди выходные, нам хочется остановиться как-то, да, немножечко передохнуть, и, может быть, даже составить план на уикенд ближайший. Кстати, стоит ли это делать? Или в выходные дни вот лучше все пустить на самотек? Стоит ли организовать в субботу и воскресенье? Это же на самотек, это значит, я буду делать то, что я делала все дни до этого. Особенно этим грешат предприниматели и бизнесмены, трудоголики наши, которые и в субботу и в воскресенье умудряются работать даже больше, чем в обычные дни. Поэтому, например, когда я обслуживаю предприятие, да, и общаюсь, например, с руководителем предприятия, мы с ним занимаемся тайм-менеджментом, да, там, учим планировать, там, подчиненных и так далее, то мы с ним обучаемся одному интересному навыку. Планировать выходные дни, потому что неотдохнувший руководитель – это беда для подчиненных, а чаще всего так и происходит. Так, как и неотдохнувшая мама, наверное. Так же, как и неотдохнувшая мама. Горе для семьи. Горе для семьи, да. Скажи, вот если остановиться сейчас на выходных, вот у меня такая проблема. Я не знаю, в субботу с чего начать. Или с уборки квартиры, или поставить борщ, или бежать за продуктами, или перезвонить друзьям, знакомым, родственникам. Вот, в принципе, надо как-то организовать, вот как организовать правильно выходные дни, свободные дни, чтобы действительно и перезарядиться, и все успеть. Наташа, я категорически против генеральных уборок в субботу. Почему? Есть такая идея, что убираться в течение всей недели понемногу, в этот день я эту комнату убираю, в этот день я эту, чтобы субботу и воскресенье высвободить для отдыха. Более того, если у вас есть возможность, например, в пятницу вечером, куда-то, куда-то, это может быть соседняя деревушка, какая-нибудь агроусадьба, куда-то выехать из города, чтобы у вас было три дня, это пятница, это суббота и воскресенье, это будет очень качественный отдых. Но если вы все-таки, ну никак у вас не получается, и все-таки в субботу нужно поработать, то сначала немного поработать, а потом уже отдыхать уже на полную катушку, чтобы не было такого, то я работаю, то отдыхаю. Вот сказал, такие простые советы. Дорогие друзья, зачем вообще необходимо нам планировать свою жизнь и как это делать? Надеюсь, что сегодня мы услышим очень много практичных, полезных советов от психолога Людмилы Тутыниной. Я слышала, Люда, что сегодня существует огромное количество методик планирования, грамотного планирования, управления своим временем. Ты уже назвала одну из них тайм-менеджмент. И все время появляется что-то новое и новое. Вот скажи, неужели сегодня эта тема так актуальна? Дело в том, что мы живем с ускорением. И то, что мы раньше делали в один час, например, там, век назад, да, там, например, мы передвигались из пункта А в пункт Б, мы шли в течение часа. Сейчас мы за один час умудряемся приехать, вернуться, куда-то еще отъехать и сделать тысячу звонков. То есть нам очень важно расписывать вот эту свою дорожную карту во времени. То есть где я буду, чем я буду заниматься, иначе будет хаос. То есть многие телезрители наверняка сейчас задаются вопросом, зачем нужно это планирование? Конечно. В принципе, я знаю... Чтобы сохранить свое здоровье психологическое. Я знаю, что ты употребляла такой термин, часто употребляешь колесо жизненного баланса. Вот, жизненного баланса. Мы сейчас покажем это колесо, а ты попробуй объяснить нам и рассказать, в принципе, что это такое, как этим пользоваться, для чего это вообще нам надо. Ну, вот смотрите, это для наших телезрителей, да, если вы захотите пройти эту методику вместе с нами или после передачи, найдите, загуглите колесо жизненного баланса. Вот примерно будет такая схема. Для чего эта схема? Для того, чтобы провести такой, знаете, лайф-аудит. Лайф-аудит. Вот есть кадровый аудит, да, там у кого еще... У бухгалтеров есть аудит. А тут мы проводим лайф-аудит. Что это? Посмотрите, есть разные сектора, которые представляют нашу жизнь. Разные, скажем, да. Разные сектора. Этапы жизни. Например, там работа. Это не этапы, Наташенька. Это одновременно мы движемся во всех направлениях, во всех векторах. Да, направления нашей жизни. Карьера, работа, бизнес, свое дело, личностный рост, духовное развитие, условия жизни. Ну, в частности, есть квартира, нет квартиры, там дача и так далее. Любовь, отношения, семья, друзья, родственники, отдых и здоровье. Я вижу, вот такая есть шкала. Шкала, да, от одного до десяти. Нужно каждый сектор по десятибальной системе отметить. Например, что я могу сказать о своей работе? Насколько я удовлетворена по десятибальной системе? Если человек ставит троечку, окей, хорошо, на сегодняшний день это так. Дальше можно переходить буквально к каждому сектору. Например, личностный рост, духовное развитие. О, здесь десятибальная... Или наоборот, один балл. Да, здесь может быть один балл, а может быть десять. И так вот буквально каждый сектор. Потом соедините, пожалуйста, то, что у вас получилось. Если у вас будет колесо, с вами все хорошо. Но если колесо не получилось, или колесо получилось очень маленькое, то это очень слабая удовлетворенность. Вопрос, живете ли вы, или вы выживаете. И, глядя на это колесо жизненного баланса, можно сразу себе сказать, в каком направлении мне двигаться, мне развиваться. И, естественно, идет уже планирование. Например, если у вас проседает такой сектор, как здоровье. Все хорошо, денег много, семья удовлетворена, друзей много, мы ездим каждые 2-3 месяца на отдых. Но при этом у меня нет здоровья, ребят. О чем идет речь? О том, что все это уже стало, скажем так, неактуальным. Нужно обратить внимание на свое здоровье. Ну, это как-то так. В принципе, все очень понятно. Это такой, я бы сказала, не метод, а скорее тест такой, да? Чтобы себя протестировать и понять, правильно ли ты живешь, крутится ли твое колесо. И как оно крутится, и перешлить колоду. Вот как-то так. Да, довольно интересно. Скажи, пожалуйста, умеем ли мы вообще планировать, что показывают твой опыт, люди, с которыми ты общаешься, и кто чаще всего, скажем так, ну, грешит этим хаосом, не составляя какие-то планы? Люди эмоциональные. Люди эмоциональные, им очень тяжело придерживаться какого-то в жизни или алгоритма, да, или поступательного какого-то движения, а для этого нужно спланировать свою жизнь. Люди творческие очень часто не хотят планировать свою жизнь. То есть там, где присутствует градус эмоциональности и спонтанности. А так, по большей части, люди вынуждены это делать. Даже если они не любят это делать, они все равно это делают. Вот я вам приведу пример, да. Вот если я задам вам вопрос, ну, например, пятница, это какое будет число, да? Как мы планируем? Мы говорим, ага, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. То есть у нас в голове есть такой органайзер, да, еще со школьной скамьи. Вот я всегда так ориентируюсь, как был дневник школьный, где не было воскресенье. Это, кстати, самый лучший органайзер. Почему вот я не люблю вот эти вот большие, в кожаном переплете вот эти тетради, где нужно записывать вот эти планы на день? Они тяжелые, просто тяжелые. И, кстати, одна из таких вот очень хороших таких находок для самой себя, я часто об этом говорю клиентам своим, ребята, купите обыкновенные дневники. У меня был дневник для первого класса, потом для второго. Сейчас хотела купить для третьего, но еще не купила. Слушай, действительно здорово. И сделать такой органайзер из обычного школьного дневника. Из обычного школьного дневника. Поверьте, это и забавно, и... Это очень интересно, потому что можно еще выставлять себе квартальные оценки и оценку за год. Вот, вот. Что-то приблизить на этого. И написать там, наверное, вместо математики, знаешь, вот за дневника, вот что-то из... Поиграть. Из колеса жизни, да, вот насколько мы с этим справляемся. Ну, мы сейчас еще посидим немножко с Людмилой Тутыниной и придумаем собственную методику, да, методику планирования. Ну, вообще, меня, знаешь, вот всегда интересовало, как все успевают многодетные родители. Посмотри, всем надо приготовить, постирать, накормить, обязательно не забыть про себя, ну, желательно, да. Так вот, своими секретами согласились поделиться уроженцы деревни Марковичи, Гомельского района. Это многодетная семья Виктора Шибкова. Вместе с супругой Валерией они воспитывают четверых детей. И, кстати, недавно всей семьей участвовали в республиканском проекте «Властелин села», где представляли Гомельскую область. Так что у нас на связи прямо сейчас глава семьи Виктор, Виктор Шибков. Виктор, Виктор, добрый вечер. Алло. Виктор, добрый вечер. Вы нас слышите? Все, слышу хорошо. Очень рады, да, слышать вас в эфире. Это программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня, Виктор, мы говорим с психологом о планировании. И вы знаете, такой любопытный момент. Очень хочется узнать, как проходит самый обычный день у многодетных родителей. Поделитесь. Ну, смотря какой. Есть я будний и есть выходной. Если будний, то начинается с собирания детей в детские сады. Потом папа уезжает, детский сад заводит, но мама остается уже с остальными дома заниматься разными домашними делами и играми и так далее. Ну, а вечером, когда папа приезжает, объединяем наши усилия, совместные игры, ну, и тоже подготовка ко сну начинается и сон. А потом уже мама и папа могут спланировать свои дела какие-то домашние, которые им интересны. Скажите, Виктор, у вас есть распределение обязанностей в доме вот между супругами, между детьми? Какой-то фронт работы у каждого, чтобы было проще? Ну, конечно. Потому что, если бы все было на одном человеке, там, или на супруге, или на мне, то было бы очень-очень тяжело. А так, у каждого свои обязанности, каждый знает свои обязанности. Дети знают, к примеру, что им нужно перед сном убрать игрушки, навести порядок, почистить зубы и улезть сейчас спать. А у нас супруга уже там другие обязанности. У нее постирать, посушить белье, мне там, к примеру, посуду помыть, мусор вынести. Ну, то есть, вот такие мелкие бытовые, какие-то обязанности, ну, или крупные, там, сходить с детьми на улицу и так далее. То есть... Мелкие и крупные. Мне нравится, как вы разделили. Мелкие и крупные. Но вот вы лукавите, а при этом я знаю, что вы еще успеваете и на гармонии играть, и устраивать, и участвовать во всевозможных фольклорных фестивалях. Вот в конкурсе недавно участвовали властелин села. При этом я знаю, что вы недавно... Это наши крупные планы были. Это были крупные, которые вы действительно успеваете делать. Удивительно как. И я знаю, что вы недавно, вот лично вы, освоили какую-то уникальную технику ткачества, которой пользовались когда-то наши прабабушки. Вот просто даже интересно. Вы мужчина, и вдруг ткачество? Ну, это не ткачество, а техника плетения. Плетение. Вот в ткачестве традиционном, то есть там нити между собой переплетаются, грубо говоря, диагонально и перпендикулярно между собой. Вот. А в технике плетения нити основы просто между собой переплетаются. То есть, грубо говоря, одна большая нить между собой запутается определенным образом, и получается уже изделие. Плетете ночью, когда дети спят? Ну, не ночью, в вечернее время. До окончания дня. То есть там до полуночи. А дальше идет уже тихий мирный сон родителей. Ну, и при всем при этом просто стоит сказать для зрителей, вот Людмилы, если она не знает, например, что Виктор, он еще и занимается собиранием фольклора. Чуть ли не целую экспедицию устраивает. Я просто хочу спросить, Виктор, вот как вы все успеваете? Вот как вы своей супругой все успеваете? У вас есть какой-то секрет? 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 Ну, секрет это, наверное, первое то, что учитывать мнение друг друга в составлении своих планов и планов семьи. Вот. И везде успевать. Вот и весь секрет. А что вы посоветуете нашим зрителям, которые вот сейчас смотрят нашу программу и думают, ну, а я же ничего не успеваю? Ну, самое главное составить планы. Причем план составить такой, чтобы он был реальный. То есть запланируют свои какие-то мероприятия, обязанности те же самые, домашние хлопоты, но распределив им таким образом, чтобы они были первостепенные и второстепенные. Первостепенные это то, что касается детей, семьи и быта. Вот. А второстепенные, ну, уже приходится свои какие-то интересы ставить на второе место. Ну, на них тоже хватает времени. Ну, здорово. Когда расслабляешься и так далее. То есть самое главное для себя расставить первое это какие-то прерогативы и второе делать все для их реализации. Потому что, ну, мое такое мнение, что можно успеть все, а если не успеваешь, то ты начинаешь искать уже для себя какие-то оправдания, почему ты это не сделал. То есть не тратить время на оправдания, просто заниматься делом. Спасибо. Спасибо, Виктор, большое вам за эти советы. Вот мне понравилась здесь вот эта вот градация такая важная, первостепенная и не первостепенная. Ну, вообще, ты можешь как-то прокомментировать вот ситуацию все-таки вот многодетная семья. Все ли правильно делает Виктор с супругой и все же при этом успевает? Если у них еще время остается на творчество, то однозначно все делают правильно, идеально. Но я как-то, Наташа, беседовала с одной многодетной семьей и спрашивала мамы, ой, как ты вот там, там пять, по-моему, деток. Она говорит, тяжело с одним ребенком, с двумя полегче, с тревя вообще легко. Опять говорит, я просто делегирую полномочия. Старшему ребенку говорю, делай то-то, то-то. Там, кто помладше, делаешь то-то, то-то. Говорит, это уже система работает, скажем так, сама. Может быть, у них еще детки маленькие, но в этом что-то есть. А в психологии вообще существует какая-то система, которая подойдет, ну, скажем, для семьи? Как все успевать? Да, 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 да. Я сегодня взяла одну интересную методику. Кстати, в свое время я сама ее разработала. Методика называется ССР, да? Не ССР? ССР, пусть будет так. Так, что это? То есть мы берем листик, да, делим на три части. Первая графа для работы, вторая графа для семьи и третья для себя. Но что здесь очень важно? Для работы, для работы ставим в рабочие дни на первое место, для семьи второе место и для себя третье место. Это в рабочие дни. Когда выходные дни мы переворачиваем этот лист, да, и в первую очередь на выходные дни мы должны планировать мероприятие для себя, для себя, потом для семьи и потом для работы. И работает такая методика? Ты проверяла уже? Великолепно работает. Великолепно. Вся фишка здесь в чем? В том, чтобы включать мероприятия, которые я сделаю для самой себя в план. Ну, в частности, я хочу полежать в содовой ванне с ароматическими маслами, я хочу прогуляться, например, да, вокруг там озера. Я хочу, да, я хочу. То есть это, возможно, займет у тебя 20 минут, 15 минут, но внеси это в план и ты это сделаешь. Почему? Потому что если семья тебе захватит, да, унесет, тебе нужно печь пирожки, там убираться, там мама приедет, бабушка позвонит, то есть очень много дел. И ты останешься без, ну, не будет удовлетворенности, не будет отдыха. А почему методика называется СССР? Себе, семье, работе. СССР. Спасибо. А какие пункты вот обязательно должны быть в нашем жизненном плане? Ну, если, смотря что вы планируете, вот, очень важно, если вот мы возьмем, например, методику для руководителей, да, для руководителей. Ну, хорошо, у меня есть другая методика, попроще. А про руководителей тоже поговорим. Хорошо. Карта удачи, сейчас одну секундочку. Карта удачи. Вот смотрите, что было замечено психологами, да, чем бы мы ни занимались, да, нам очень важно удовлетворять не только базовые потребности, помните пирамиду Маслоу, да, базовые потребности, это чтобы были мы сытые, одетые, в безопасности, но еще и духовные высшие потребности. И вот эта карта удачи, по сути дела, вот эти все сегменты, да, которые мы должны планировать. Там работа, карьера, семья, здоровье, дети, музыка. Что-то, на что-то мы уделяем больше времени, на что-то меньше, но очень важно, чтобы все эти пункты были заполнены. Вот смотрите, например, духовность, развитие, поиск смысла жизни. Если вы посмотрите какой-нибудь фильм, например, Фиелени, да, то можно сказать, что вы уже, или, например, вы, допустим, здоровье, если вы приобрели витамины, и вы их стали принимать, вот уже пункт, уже. Ну, или устроили какие-то себе пробежки, или ученики. Или пробежки, да, например, музыка, живопись, творчество. Нет возможности у вас ходить в галерее Ващенко, например, да, но у вас есть, например, возможность в интернете посмотреть Эрмитаж. Или вот как Виктор Шибков поиграть на гармошке. Или, да, 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 но вот всего понемножку, понемножку. Или, например, вот такая графа. Друзья, увлечение, хобби. Кажется, ну разве нужно это планировать, да? А вот если у вас, вдруг, например, живет где-нибудь очень далеко в Америке, и вы спланировали звонок, у вас будет удовлетворенность, если вы это сделаете. То есть, подожди, я правильно понимаю, карта удачи, это неплохой вариант что-то планировать. И запланировать самые необходимые какие-то дела. И во всех, во всех направлениях. То есть, вот, например, своим клиентам я говорю, вот эта карта удачи должна быть спланирована на месяц. И месяц начинается с того, что вы планируете все эти дела. А в конце вы смотрите, это сделала, это сделала, это сделала, все, есть удовлетворенность, жизнь удалась. Вот как-то примерно так. Ну, вот действительно, что говорить, мы сегодня начинаем привыкать уже, планировать. Ты правильно сказала, такой вот бег времени у нас сегодня совершенно. Ташенька, а вот еще один пункт, очень-очень важно, о чем я не сказала. Путешествие по миру. Вот многие сейчас ностальгируют по прежним временам, когда можно было летать, ездить, да. Но, ребята, если вы живете в Латавии, вы сядете, например, на маршрутку и проедете в Велицу, и погуляете, посмотрите там на какие-то храмы, на озеро, просто у вас будет такое же удовлетворение, поверьте, как если бы вы съездили, например, далеко в Минск, подальше куда-то. Это тоже пункт дня. То есть твое вот это вот уточнение, путешествие по миру, под словом мир... Кстати, не по миру, а по миру. По миру. По миру. То есть ты подразумеваешь даже соседний район или соседняя улица. То есть вы можете сходить в какие-то кафешки, заказать какое-то новое блюдо, встретиться с какими-то друзьями, с которыми вы давно не виделись, да. Это все будет вот удовлетворенность путешествия по миру. Людка, вот смотри, мы сейчас с тобой говорим, скажем так, о таких естественных и, ну скажем так, каждодневных делах, да. Вот смотри, мы же сегодня действительно планируем постоянно все. Вот я, например, иду в магазин, какой-то список продуктов должна составить. Кто-то планирует свадьбу, обязательно составляет какие-то списки. Но за этими такими ежедневными, необходимыми, казалось бы, делами, мы как-то упускаем и какие-то долгосрочные планы. А стоит ли планировать на годы вперед и десятилетия вперед? Или это пустая забава? Наташ, я больше скажу. Планирование загодя, да, это отстраивание своей личной парадигмы. Это связано с концептуальными моментами твоей жизни. По сути дела, ты планируешь свой жизненный сценарий. Да, то есть когда вот я, например, человека консультирую, говорю, ну хорошо, как ты видишь себя через 5-10 лет? И если человек говорит, не знаю, это значит, что он как пони по кругу, у него реактивное поведение. Что-то прилетело, я среагировал, что-то прилетело, я среагировал. Это значит, что он не руководит своей жизнью. И только долгосрочное планирование, например, я хотела бы стать, например, я хотела бы написать книгу, я хотела бы издать книгу, Я хотела бы вести, например, какие-то семинары в будущем, стать великим ученым и так далее. Это все заранее надо спланировать. Вот так ты-дын не будет. Это не будет одним разом. И только мелкими шашками, составляя вот такие карты удачи, пользуясь колесом. Постепенно ты приближаешься к своей удаче. Наташа, я могу рассказать одну очень интересную ситуацию в жизни. Я как-то на одной из передач рассказывала про Виктора Франкла. Это великий психотерапевт, который дал миру, обнародовал такую психотерапию, которая называется логотерапия. Терапия смыслом жизни. Он, находясь в концлагере, он планировал свою жизнь на будущее. И он говорил так, у человека есть возможность только тогда жить дальше, когда он замотивирован на будущее. И он всегда говорил, мечтай о будущем, мечтай. И только тогда ты вытянешь себя вот из того состояния безнадёги, в котором ты сейчас оказался. Поэтому долгосрочное планирование – это то, что подтягивает тебя в твоё будущее. Вот как. Спасибо. Ну, Людмила, есть такое общепринятое мнение, что творческим людям очень сложно планировать, потому что, якобы, они работают чаще по вдохновению. Это точно. Это точно. Это и про меня. Наташа, но психологи, они же много чего придумывают разных способов для того, чтобы облегчить жизнь человека. Вот у меня, ну, надо сказать, что по одному из образований я же ещё и арт-терапевт. Так. Арт-терапевт. И когда обращается ко мне человек, который мыслит какими-то творческими категориями, да, говорить ему, всё, будем планировать твою жизнь по-смарту, как бизнесмену, это не сработает. Я вам, например, могу предложить вам, ну, просто шикарную методику, которую я тоже пользуюсь, да, вот мы можем показать наше. Это альбом. Это, Наталья, альбом. Но обрати внимание, какой альбом. Это дорогой альбом, мне его подарили, да, хороший такой переплёт, да, но он такой по-богатому смотрится. Это альбом с фотографиями? Нет, Наташа, это альбом не с фотографиями, это альбом с моим планированием моей жизни. С своими желаниями, мечтами. С желаниями. Так вот, для творческих людей я могу посоветовать, вот приобретите вот такой вот альбом, да, вот что здесь. И то есть ты готова сейчас поделиться с нами своими мечтами и желаниями? Да, Наташа, вот смотри, что у меня здесь написано? То есть это мысли в течение очень долгих лет, да, вот я прописывала, ага, видите, какие красоты у нас упали. Этот альбом «План заботы о человеке, кому я задолжала больше всех, это есть я сама». И какие планы? На первом месте, что я планировала? Гармония в душе, жизнь с миром. Переписана навела судьба, я люблю тебя, жизнь. Но о чем разговор? Вот, это посыл уже в будущее, а дальше идут уже пункты. Ну, например, обретение позитивного отношения к жизни, дальше полное здоровье. Это, естественно, прописано. То есть такие установки, да, которые ты сам себе даешь. Установки материального благополучия, то есть как я буду достигать. А как ты написала «Будешь достигать материального благополучия», когда это было написано? А я здесь прописала, Наташа, пункты. Это 2009 год я пишу, да? 2009 год, но я привела вам, как у меня есть другие альбомы, как один из примеров. Например, я хотела приобрести машину. Я должна была, я хотела вернуть деньги, затраченные на покупку машины. Люд, скажи, пожалуйста, у тебя все получилось, вот, соответственно, с этим планом? В 2009 купить машину, в 2010 вернуть деньги за машину. У тебя все получилось? Все получилось. В соответствии с таким вот альбомом желаний? Все получилось. Наташа, более того, я прописывала путешествия в англоязычную страну, на Байкал, в Сибирь, на Урал, в Крым, в Чехию, в Польшу, в Смоленск, в Чернигов и так далее. Потом я стала прописывать. Короче говоря, я была вот по плану. Я уже и забывала про то, что я это, она, планировала. Ну, ты сказала, что такой альбом желаний, он такой креативненький, интересный, и как форма подойдет в основном творческим людям. Творческим людям. Ну, наверное... Вот один из вариантов планирования. Вот насчет творческих людей. Вот мы привыкли к тому, вот, например, дорогие друзья, что у артистов очень много дел, какие-то репетиции, постоянные концерты, фотосессии, вечеринки, как нам кажется. Однако некоторые из них умудряются прибавить еще к своей основной активной деятельности, например, рыбалку и, например, деревенскую тишину. О, я предполагаю. Говорю сейчас, да, о музыканте, авторе, исполнителе и руководителе Гомельского клуба авторской песни Вячеслава Корса, который говорит, что в его сутках времени точно больше, чем 24 часа. Вот как же он все успевает. Пусть Слава нам все сам сейчас откровенно и расскажет. Наши редакторы дозвонились. Вячеслава, Слава, добрый вечер. Добрый вечер, Гомель. Добрый вечер, Гомель. С этой системой было сложно. Но вообще, у любого человека, у которого есть дети, день начинается с того, что детей нужно отвезти, например, в садик в школу. Вот мой день начинается с того, что я отвожу детей в садик в школу. Бывает так, что если я за день до того, например, заработался и засиделся долго, я могу немножко еще покемалить после того, как детей отвез. Потом сажусь, потому что очень много работы за компьютером. Потом нужно детей забрать. Потом нужно поехать на работу провести занятия. Иногда эти занятия проходят онлайн. В общем... Слава, где творчество? Слава, где творчество? Где написание песен, создание книг, общение с музыкой и общение со своими поклонниками? Где вечеринки, Слава? Этого нет? Вот, 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 нет. Это все бывает, это все бывает, но оно же нерегулярно. Это, скорее всего, приятные бонусы. Смотри, ну вот... Те самые недостающие часы, которых не хватает. На самом деле, песни пишутся недостаточно часто. А, конечно, вот, общение с людьми, да, это очень важно, и оно занимает достаточно много времени. Слушай, ну я знаю, что ты вот недавно переехал в деревню, да, назову так это место. И наверняка прибавилось как-то хлопот. Это как-то разрушило твой упорядоченный ритм жизни? Нет, это мою жизнь, наоборот, упорядочило, потому что... Потому что я, наконец-таки, вот, перед давним временем был человеком бездомным, можно сказать. Я арендовал жилье. Вот, теперь у меня появился уже собственный угол, который хочется обустраивать. Вот, а по поводу режима, да. Ну, в последнее время, поскольку у нас ребенок ходит во вторую смену в школу, а младшая ходит в садик, поэтому у нас как-то очень четко поделись эти самые точки ответственности за свое время. Вот, и вот эта жизнь в последнее время стала более упорядоченной. Скажи, пожалуйста, Слав, скажи, пожалуйста, ты ведешь какой-нибудь, вот, как Людмила предлагает для творческих людей, например, альбом желаний, где ты можешь записывать свои долгосрочные какие-то желания, там, поехать куда-то, купить что-то? Или, может быть, ты составляешь ежедневный список дел, и удается ли его выполнять? Как, вот, что за система у тебя, ты говоришь, она недавно у тебя появилась. Что это за система планирования? Дело в том, что у меня, как бы, такого системы нету, но мне понравилось, я одно время пользовался очень хорошей системой 4 квадратов. Так. Она была потрясающая система, и одно время она меня очень сильно выручала. Но это уже было давно, я потом так немножко отошелся, но вот расскажу. 4 квадратов. С одной стороны, по вертикали пишется важное срочное, а с другой стороны, неважное несрочное. Вот важные срочные дела, это, как бы, самый главный квадрат, который делается в первую очередь. Потом есть важные несрочные. Потом есть неважные срочные, и есть неважные несрочные. Это хороший квадрат. Неважные несрочные делать вообще не надо. Слушай, ну вот мне понравилась, понравилась система. Спасибо. Слава, я знаю, что на днях ты отпраздновал день рождения, и вот мы все тебя поздравляем, наши зрители, нашу программу, ты Людмила в студии. Спасибо большое. Желаем тебе, конечно же, творчества нового, всех благ. Скажи, пожалуйста, вот в двух словах поделись вообще творческими планами, что интересного происходит сейчас в твоем творчестве, какие ближайшие концерты, когда мы увидим, услышим участников Гомельского клуба авторской песни, если можно коротко. Ну, у нас от традиционной клуба авторской песни открывает сезон в октябре, вот мы с датой не поделились, но самое ближайшее мероприятие, оно будет проходить уже завтра, это мини-бард рыбалка, который будет проходить у деревни Ларещево под Добрушем, вот на берегу Ипути, вот в субботу это будет у нас событие происходить. Это будет камерное такое мероприятие, песни у костра, рыбалка с Гомельским рыболовным клубом, в частности, ребята из клуба авторской песни будут. У нас будет такая интересная. Какие хорошие планы, такое мероприятие, естественно, было запланировано заранее. Слава, спасибо тебе большое, всегда рада тебя слышать и видеть в этой студии. Ну что хочется еще сказать, дорогие друзья, вот все-таки соскучились мы по хорошим песням в исполнении Вячеслава Корсу. Вот почему бы сейчас действительно не послушать хорошие песни, ну а потом, Люд, будем планировать дальше. Хорошо. Моя любимая 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 Как научиться планировать свое время, планировать свою жизнь, чтобы все успевать? Сегодня полезными советами в эту пятницу с психологом мы как раз делимся с нашими зрителями. Напоминаю, у нас в гостях психолог Людмила Тутынина. Это руководитель очень интересного благотворительного проекта, который называется «Психологическая школа Пилигрим». Обязательно узнаем об этой школе сегодня подробнее. Но для начала я хотела бы затронуть еще одну важную тему, которую мы начали обсуждать уже сегодня в эфире. Это работа. Часто бывает так, не скажу, что я, но многие мои коллеги на работе не успевают делать свои определенные рабочие дела и справляться своими рабочими обязанностями. Работа-работа, перейдет Амфидон. Вот что-то таково. Скажи, пожалуйста, надо ли планировать рабочий день? Или как пойдет? Обязательно нужно планировать и лучше накануне это сделать. То есть тогда, когда вы уже приходите и нужно работу работать, это уже поздновато. Вечерочком? Вот я знаю людей, у меня есть в окружении люди, которые приходят иногда за два часа до работы. Это в основном руководящие такие работники. И они, если начинается рабочий день в шесть, в восемь, они приходят в шесть для того, чтобы распланировать и свою работу, и работу своих подчиненных. Вот что бы ты могла, в принципе, посоветовать? Вот какие действительно есть такие действующие способы, методы, правила, методики, как распланировать свой рабочий день, если ты просто рабочий, если ты не просто рабочий? Ну, надо сказать, что действительно масса методик, масса всевозможных сейчас печатной продукции, да, то есть полиграфия работает очень активно на тайм-менеджмент. Но что я хочу сказать? Очень важно понять одну вещь. Да, вот, кстати, Вячеслав, да, проговорил одну интересную методику. Сейчас об этом я хотела... Четыре квадрата. Да, четыре квадрата. Понять, что если вы руководитель, да, то большую часть, наверное, вашей деятельности нужно делегировать своим подчиненным, да. А то, что остается вам тщательно планировать, что называется, вплоть до минут. Я знаю одного руководителя в городе, который планирует не по часу, а по минутам, например, там, через 17 минут, через 12 минут, вплоть до таких моментов. Вот, и если этому человеку задать вопрос, что будет с вами там через три года, где вы будете, да, он возьмет свои записные книжечки и скажет, через три года в такой-то день я буду там-то, там-то. То есть планирование вот такого уровня. Что я хочу сказать? Вот эта методика, о которой говорил сегодня Вячеслав, да, это метод Эйзенхауэра. Это очень серьезная фигура политическая в Америке. Этой методикой пользуется уже не одно поколение. Это человек, который придумал эту методику, это был военный, военный. И эти четыре квадрата тоже есть, да? И эти четыре квадрата были неспроста им придуманы. Смотрите, первый квадрат срочно и важное. Что мне, руководителю, нужно делать? Прямо это не терпит отлагательств. То есть мне нужно делать это прямо сейчас, да. Но есть другой квадрат. Несрочно и неважное. То есть нужно отделять одно от другого. Несрочно и неважно. То есть, по сути дела, я вообще на это не буду обращать внимания. Следующий квадрат. Важное, но несрочное. То есть, да. То, о чем и говорил Слава. То, о чем говорил Слава. Ну, например, что-то нужно сделать для моей свекрови. Это очень важный человек в моей жизни, да. Но это несрочно. Или что-то нужно сделать для моей тёщи. Ну, я, к примеру, говорю, да, вот мужчина говорит. И он может это спланировать, потому что когда близкие звонят, им же нужно все срочно. Оказывается, это важно, но не срочно. Следующий квадрат срочное, но не важное. Ну, например, какие-то бытовые вещи, что-то прикупить, что-то в холодильник чем-то, в холодильник что-то нужно прикупить, кому-то звоночек какой-то делать. Когда мы имеем в голове такую градацию, не будет хаоса. А то ведь мы иногда на первое место ставим какие-то незначительные и не слишком важные. И не слишком важные вещи. Мы сегодня действительно уже узнали от тебя, благодаря тебе, очень много интересных методик, каких-то правил, о которых действительно просто даже не подразумевали ранее. Но я смотрю, вот стоит какой-то календарь у нас на столе, что это такое. Потому что я боюсь, что мы что-то забудем, пропустим, а это очень будет важно. Наташа, это такие развлекалочки, которые я принесла. Кстати, вот прежде чем я расскажу о календаре, я хочу показать уважаемым родителям, которые сейчас пребывают в шоковом состоянии, потому что начался учебный год. И начались уроки, которые надо делать. Да, начались уроки. Деткам очень сложно в этом году приступать к учебе. Почему? Потому что были очень длительные каникулы, включая апрель и май. Поэтому дети разбалансированы. Смотрите, как ребенка сорганизовать. Смотрите, у меня в руках песочные часы. Эти часы на 15 минут, эти на 2 минуты. Ребенку ставите часы и говорите, малыш, 15 минут занимайся, читай, пиши, рисуй, что-то делай. Когда весь песочек пересыпется, это пройдет 15 минут. После этого, пожалуйста, ставь вторые часы и отдыхай. Здесь на 2 минуты часик. То есть 15 минут работаешь, 2 минуты отдыхаешь. Слушайте, хорошая очень тактика. И детям интересно, и родителям вроде бы тоже, и предель, что называется. Таша, можно и себя сорганизовать. 15 минут буду делать зарядку. Можно контролировать эфирное время, кстати, тоже очень здорово. Или 2 минуты я буду разговаривать, только 2 минуты я буду в соцсетях. Здорово. Календарь. Вот он открыт у тебя на 4 сентября, но я не вижу здесь какой-то год. Наташа, дело в том, что у меня волшебный календарь. Здесь нету года, но здесь есть разные-разные цитаты. Да, это тоже бережет наше время, да, приподнимает нас над какой-то суетностью, да, подвигает нас к каким-то духовным вещам, да, чтобы мы что-то... И что у нас на 4 сентября? Вот на 4 сентября. Смотрите, есть время для того, чтобы говорить, и время для того, чтобы молчать. Мудрость в том, чтобы правильно выбирать. Ну, отлично, правда? Для пятницы, для 4 сентября, прекрасное-прекрасное пожелание. Да, мудрость в том, чтобы правильно выбрать. Вроде бы казалось, такие, ну, такие мелочевки, но действительно каким-то образом украшают жизнь, и уже действительно можно что-то распланировать, например, какое-то счастье, дорогие друзья. Но что меня больше всего удивляет, что сегодня ты принесла какие-то журналы. И вот, честно говоря, не могу придумать им применение, когда речь идет о планировании. Наташа, с чем связано? Это тоже новая методика. И, кстати, это не новая методика, подход новый. Так. Это метод коллажирования. Коллажирование. Но он применяется очень часто, ну, скажем так, в каких-то бизнес-тренингах. И очень часто его применяют неправильно. Я бы хотела показать, как это правильно делается. Я могу тоже как-то поучаствовать в этом? Конечно, конечно, конечно. Можно я вот здесь вот расположусь, чтобы, вот, для того, чтобы выполнить эту методику, давай немножко очистим наш стол. Вот. Для начала выберите белые чистые листы, такие, какие вам хочется. Так, я выбрала лист. Это может быть ватман, это может быть кусок обоины старой, да. И когда мы будем с вами выполнять эту методику, у вас должно быть ощущение, я начинаю жизнь с чистого белого листа. То есть вот примерно так, да. Что мы делаем? Мы сейчас будем наполнять вот эти чистые белые листы, ну, как вы понимаете, это как наше будущее, это то, что будет завтра. То есть мы планируем что-то. Мы будем планировать, но как, каким образом? Вот представьте себе, что вы зашли, ну, в очень крутой ресторан, да, и вам приносят прямо папки, меню, меню, да. И вы не знаете, что выбрать. Да, и вы начинаете выбирать, выбирать, и вы говорите, а что это за блюдо, я хочу, не хочу. И вот нужно взять большое количество журналов разных. В каждом доме есть журналы, причем из разных сфер. Это могут быть обыкновенные дамские журналы, мужские журналы, это могут быть журналы по здоровью. Я обожаю для этой методики брать журналы по строительству. Там самые лучшие крутые лестницы, когда мы хотим идти по служебной лестнице, или идти куда-то вверх, да, нужны обязательно лестницы, для этого нужны строительные журналы. Журналы по здоровью, по бизнесу из разных сфер. Дальше что мы делаем? Мы просматриваем, просматриваем, да, и вырезаем то, что вам нравится. Например, какие-то картинки, какие-то слоганы. Смотри, что кто-то вырезал тут. То есть я начинаю вырезать. Вырезаем. Сколько должно быть картинок? Ну, эта методика может длиться час-полтора, но мы можем сделать, например... Нет, у нас на это есть буквально несколько минут с тобой. Есть несколько минут. Короче, мы должны сейчас вырезать картинки, которые, например, вот почему-то мне по какой-то причине понравились. Так, на интуитивном уровне, правильно? На интуитивном уровне не размышляем, почему это понравилось, ничего не считаем, да. Вот просто вырезаем. Слушай, ну, а вот я так понимаю, в пилигриме, в своей школе ты подобные методики проводишь? И эти методики очень действенны. Почему? Потому что вот мы, например, после лета встречались, да, было занятие, я спросила, как вам практика? Ведь была теория, а вы практиковались с весны, и многие рассказывали, как это помогло, как это работает, как это реализуется. В частности, вот одна из этих методик самая действенная. Слушай, ну, такие картинки я вырезаю, что я боюсь представить свое будущее, если честно. Что-то как-то, ну, мне нравится, по крайней мере. А что тебе смущает? Люда, ты можешь, пока вот мы вырезаем и строим мою и твое будущее, планируем, можешь рассказать про студию Пилигрим вообще? Что это за проект? Почему ты его вдруг создала? И кто сегодня приходит на твои вот эти психологические занятия в эту школу? Ну, во-первых, школа – это дополнительное образование в сфере психологии для взрослых. Что такое дополнительное образование? Конечно, я не выдаю никакие сертификаты, никакие документы, да, но я даю знания. Например, как общаться с противоположным полом? Дальше. Как найти ту работу, которая тебе необходима? Как отдыхать? Как выстраивать взаимоотношения с близкими, с далекими? Как быть просто счастливым, как быть удачливым и так далее. И для этого годятся очень многие психологические методики. Вот мы сегодня показывали колесо баланса. Вот таких методик я даю очень-очень много. Ты знаешь, Люда, мне это придется прервать. Я там какие-то картинки уже понаходила, не знаю, какие планы я настроила. Но мне подсказывает, что у нас есть еще один телефонный звонок. Давай послушаем. Вот в то время, дорогие друзья, как кто-то из нас после работы отдыхает в основном на диване, а кто-то другой успевает в это время еще сделать огромное количество дел. Сходить на какие-то выставки, совершить там велопрогулку, встретиться с друзьями. И, конечно же, иногда просто удивляешься, как они это делают. Вот прямо сейчас у нас на связи гомельчанка Ксения Литвин, которая ведет очень активный образ жизни, при этом все успевает. Как это получается? Вот Ксения нам расскажет. Ксения, добрый вечер. Алло. Да, Ксения, мы вас слышим. Добрый вечер. Скажите, Ксения, вы вообще живете по плану или как получится? Как получится. Да ну серьезно? И не составляете никаких списков, ничего никак не прогнозируете? Ну, смотрите, когда касается дело работы, конечно, тут строгий план существует. Но когда дело касается каких-то мероприятий, лично моих, тут невозможно. Тут спонтанные какие-то... Идешь на одно мероприятие, встречаешь других людей. Ну, то есть такая вот получается жизнь, полная неожиданных встреч, приятных. Это интересно, мне это нравится. А, то есть вот как интересно. У вас нет плана, и поэтому у вас все мероприятия накатываются как снежный ком, и таким образом ваша жизнь становится разнообразной. Хорошо, а на перспективу тоже не строите никаких планов? Ничего не планируете? У меня не то, чтобы планы, это, можно сказать, мои мечты, о которых я думаю, которые я в голове как-то составляю. И когда постепенно это все приходит к тому, что да, вот это все-таки была моя мечта, и я глядываюсь назад и думаю, боже, неужели все свершилось, как я планировала. Это действительно такое бывает в моей жизни. А конкретно знать точно я не могу. Ну, как уже, как оно случится? Человек предполагает, а Бог располагает. А Бог располагает. Ну, вот скажите, как же все-таки вы все успеваете? Ведь действительно, вы ведете очень активную жизнь. Я наблюдаю за вами иногда в соцсетях. Мне рассказывают знакомые какие-то общие о том, что вы успели побывать и там, и на открытии новой выставки, и отправиться в какую-то велопрогулку, снять какую-то новую фотосессию, покулинарить при этом. Вот скажите, пожалуйста, у вас есть все-таки секрет какой-то? То есть, если вы списки не составляете, альбом желаний не имеете, все держите в голове, как успеваете все? Во всем виноват наш полных и неожиданных встреч, город Гомель. Это он виноват. Это у него везде где-то происходят какие-то события. Я просто иду, и мимо эти события, мимо меня идут. Нет, ну на самом деле у нас очень много разных мероприятий. И даже если вот велосипед, да, после работы, кто сидит в офисе, кто работает, если есть чувство, какая-то усталость такая, вот все устало, хочется лечь, полежать. Меня иногда знакомые вытягивают на велосипед, я приезжаю, я уже вообще не уставший человек. Я такое заметила. То есть, можешь сказать, что велосипед, велосипед это то, что вам помогает все успевать сегодня, да? Один из секретов. Да, особенно, это однозначно, если выезжать на природу, природа это все, это таблетка от всякой хандры, от депрессии, речка, лес. Ну это настолько вдохновляет, настолько воодушевляет человека. Спасибо. Все проходит. Спасибо, Ксения, спасибо за ваше откровение такое. Да, вот только что гомельчанка Ксения Литвин поделилась своим секретом. Никаких планов, Людмила, она сказала, она не строит, никаких списков не составляет, никаких альбомов, желаний и правил четырех квадратов не пользуется, и при этом чувствует себя счастливым человеком. Ну, отлично, отлично. Вот, видите, у каждого есть своя собственная методика, это тоже неплохо. Итак, что же получилось, дорогие друзья, вот если использовать этот метод? Ну, давайте обратим внимание на мой, я готова раскрыть все свои карты, вот давайте попробуем, я так понимаю, это можно приклеить в будущем, да? Люд, ну ты можешь посмотреть вот картинки, которые я выбирала, давай вот так вот. Ну, Нандаж, давай так, я тебе буду задавать вопросы, а ты сама проанализируй, да? О чем эта картина, да? О чем? О чем? Если мы можем назвать эту картину, дай название, пожалуйста. О чем? О семье, о работе, об отдыхе. Ну, наверное, это меньше, чем семья, это скорее какой-то, наверное, отдых, ну, хотя элемент семьи тоже есть, куда-то я бегу, наверное, что-то выбрасываю постоянно куда-то, ну, что-то, да, вот такое. Какое-то движение, кстати, у меня очень много движений здесь, посмотри. Так вот, Наташа, смотри, когда мы начинали нашу передачу, да, ты сказала о том, что я никуда не успеваю, да, у меня там выгорание, вот, пожалуйста, вот призыв твоей души, что я хочу? Я хочу выбросить все лишнее, да, и куда, где оказаться, наверное, в какой-то точке. Ну, да, какая-то деревня, причем я должна быть не одна, а с супругом, ну, в любом случае, в какой-то паре. В общем, все здесь есть, и колючки с кактусом у меня, и мусорное ведро, и какие-то бегущие какие-то ноги. А вот потом, дорогие друзья, вот не верь ты в такую методику, казалось бы. Взяли журналы, вырезали картинки, наклеили и посмотрели, куда вы движетесь. Я так, я правильно понимаю? Однозначно, однозначно. То же самое колесо жизни, в принципе, это вот такая вот методика. Ну, мне интересно, что вырезала ты. Наташа, я недалеко от тебя ушла, у меня тоже про отдых и про деревню. Единственный момент, у меня здесь есть картиночка с таким названием «Вечный бой». Это я бьюсь за свою фигуру, избавляясь от полноты. Вот, и я вырезала, например, вот такие вот слоганы «Будь оптимистом», «Дача радости и заботы», «Семья на все времена». То есть меня это очень вдохновляет. Здорово, совершенно разные у нас получились, пользуясь одной системой, да, планирования, совершенно разные, скажем так, результаты получились. Ну, а есть у тебя собственная система планирования какая-то, вот если вот отойти от всех вот этих известных? Наташа, ну, я уже называла методы планирования, они и мои, но есть еще один метод, да, вот у меня есть такая секретная тетрадочка, да, где я записываю мысли для реализации. Так, это как дневник такой. Это даже не дневник, да, а то, о чем бы я хотела думать. У нас же так, мысль, слово, дело. Прежде чем делать, должны быть мысли. Вот я записываю. Как вы думаете, сколько мыслей вот на сегодняшний день, да, которые я хотела бы реализовывать, довести до реализации? Это вот только на сегодняшний день? Да, до сегодняшнего дня. Это 218 мыслей, всего это, так немного. Собственная система планирования, дорогие друзья, как утверждает психолог Людмила Тутынина, может быть у каждого. Собственную систему планирования для здорового образа жизни предлагает фитнес-инструктор Светлана Харужа. Светлана сейчас у нас на связи. Светлана, добрый вечер. Добрый вечер. Очень рада слышать вас, пусть даже по телефону. Расскажите, как вообще проходит ваш обычный день и много ли вы успеваете за 24 часа? И успеваете ли? Ну, на самом деле бывает по-разному, но однозначно я стала успевать больше, когда начала планировать свой день. И на самом деле главный мой секрет – это ранний подъем, потому что пока у меня есть семья, супруг, деятельность, поэтому пока моя семья досматривает, ну, я обычно успеваю очень много. Но как раз-таки не по работе, не для других людей, а наоборот, я утренние часы забираю лично себе для того, чтобы сделать что-то для тела, для души. Иногда встретить рассвет, иногда просто настроиться на день. И мне на самом деле проще утром что-то встроить для себя, чем откладывать это на вечер. Потому что на вечер бывают различные форс-мажоры, когда ты живешь с людьми, для людей, поэтому успеваю я много, если встаю рано. Светлана, ну, если я правильно понимаю, вы планируете первую часть дня, а вторую пускаете на самотек. И это помогает вам практически наслаждаться жизнью и все успевать важное. Система такая? Совершенно верно. Знаете, утром всегда я стараюсь делать самое важное дело, три важных дела. С первой половины дня, то есть для того, чтобы спокойно расслабиться и уже остальные дела доделывать. Они тоже важны, они тоже нужны, но не настолько, чтобы каким-то образом меня сбивать с мысли, нервировать. Потому что иногда, когда важное дело оставляешь на потом, весь день проходит в мыслях о нем. А мне хочется жить более расслабленно, понятно, ясно. А вы знаете, Светлана, я хочу все-таки воспользоваться случаем и задать вам очень важный вопрос. Вот что вы посоветуете телезрителям нашим, которые не успевают, скажем так, заниматься спортом в течение дня и в течение недели? Можно ли это как-то все-таки запланировать, из чего начать? Ну, главный мой совет – это успевать и планировать. Потому что, когда у меня нет времени, это такая самая главная причина, ее говорят абсолютно все. Но мне кажется, это такой, знаете, способ игнорировать вообще физические упражнения. Потому что я уверена, что тысячи людей, они работают не меньше, а даже больше. И успешные люди, как раз-таки, которые работают много, именно они уделяют время своему здоровью. Потому что понимая, что это даже не просто занятие спортом. Это время на здоровье. Поэтому, если человек подумает о том, что он не спортом занимается, а создает свое здоровье. И подумает о том, и поймет, что если он ничего не делает, то тело регрессирует. Ну, мы понимаем без любви, что тело не улучшается, если мы с ним ничего не делаем. Тогда, возможно, и его успех в жизни будет зависеть от того, занимается он спортом или нет. То есть, первое – это понимать. Второе – это запланировать хотя бы 10 минут. Потому что, если мы вдруг 10 минут ежедневно будем уделять, то через полгода уже окружающие начнут делать комплименты. 10 минут в день. И лучше, если это запланировать, конечно, утром. И обязательно. Знаете, я тоже долго шла к этому, к физическим нагрузкам. Я не спортсмен. Я стала с тренером спустя некоторое время в своей жизни. И я поняла, что 10-15 минут в день – это то начало, с которого нужно начинать. Почему? Потому что мозгу очень тяжело запланировать часовую тренировку. И, скорее всего, найдутся отговорки, либо срочные дела. И поэтому проще сказать себе «Окей, сегодня только 10 минут утром». И лучше, если мы сможем это встроить в какой-то утренний ритуал. Почистить зубы плюс 10 минут. Отлично. Перед завтраком, действительно. То есть как-то, знаете, вплести в свою жизнь, чтобы не очень... Знаете, такую уже важность не стоит придавать, по моим наблюдениям. Спасибо. Светлана, спасибо вам большое за эти советы. Всегда рады слышать их, прислушиваться. Ну и неплохо бы, конечно же, их выполнять. Спасибо, Светлана. Давай назовем это правило, о котором говорила Светлана. Правило песочных часов. Вот и, пожалуйста, говорила о 10 минутах 15 минут. Отлично. Ну что ж, дорогие друзья, вот так вот быстро пролетел этот час. И, в принципе, я думаю, что полезные советы планирования сегодня действительно у нас прозвучали. Людмила, что пожелаем нашим зрителям накануне выходных? Планировать выходные. Очень качественно. Прямо сейчас, дорогие друзья, к этому и приступаем. Спасибо большое, Людмила. Спасибо за внимание нашим зрителям. Это был еще один «Добрый вечер Гомель» с Натальей Волынец. И до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова